Всем привет-привет! Меня зовут Оксана и вы на моем рукодельном канале. Итак, сегодня у меня не будет мастер-класса на этой неделе и я просто решила показать, чем я занималась всю неделю. Такой как бы недельный влог получается. Решила в воскресенье снять и показать. Итак, первое, что я хочу показать, я сделала наконец-то вот эти вот подставки под кружки, фетровые фантазии. Как вы помните, кто со мной давно, я заказывала такой наборчик в Леонардо магазине. Вот, и дело было вечером, делать было нечего, что-то вспомнила я о нем и решила я все-таки сделать. И давайте покажу, что у меня получилось. Итак, у меня получились вот такие вот две подставки под кружки. Вот, смотрите, вот с печенькой. Так, стоять. Вот, с печенькой вот такая вот подставочка получилась. Я немножечко, ну вот это такая же в один-в-один, как на картинке вот подставка. Вот. Она такая небольшая для маленьких кружек. У нас, ну, в принципе, влазит. Это вот лицевая сторона, вот такая вот изнаночная сторона. Это все вырезается. Там есть формочки, ну, вот эти все. И оно все вырезается. Здесь оно пришито, как вы видите, вот. Печенька вышито. Цветочки. Вот эти можно, вот они и свободные. И сзади цветочек, чтобы печенька вот была. И вторая вот, вот такая вот подставка, она с палочкой корицы. Но я перепутала. И розочка у меня белая, а вот эти розовые. Вот, можете посмотреть мою разницу. Немножко перепутала цвета, пока заболталась с сыном. И здесь коричневого цвета не хватило. Я просто вот так по контуру прошила и все. И не стала больше заморачиваться. Знаете, в принципе, интересна такая вещь. Здесь ребенку интересно, вот, знаете, сесть и посидеть. Поковыряться. Ну, позаниматься всем таким. Я люблю такие вещи. Поэтому вот я села и сделала вот такой вот наборчик. Не знаю. Очень красиво, мне кажется, получилось, да? Итак, вторая моя работа на этой неделе. Это вы, кто со мной давно в инстаграме все видели варежки. Я еще спрашивала, надо ли по ним делать мастер-класс. И, знаете, вроде бы им писали, да, но это не взрослые варежки. Это подростковые варежки на 12 лет. Так, сейчас я надену и покажу. Вот. Вот такие вот варежки. Это у них, ну, вот, коса. Мне они туговаты, конечно, потому что это не на мой размер. Но если хотите, конечно же, я могу снять мастер-класс. Вот этих варежек. Вот это. Конечно же, индийский клин идет. И вот на 12 лет. Если надо на 12 лет, сделано на 12 лет. Конечно, да. Взрослые варежки легче связать, чем, кстати, подростковые. Я часто примеряла на руку ребенка. Здесь обхват ладони 17 сантиметров. И вот эта длина, она тоже идет 17 сантиметров. И очень, как бы, сложно было вот это дело все подгонять. Я их сделала остренькими. Обычно, вы знаете, я делаю тупые углы. Но просто сначала, я думаю, мастер-класс снимать, потом передумала. Итак, из чего я их вязала? Давайте расскажу и чем вязала. Вязала я с пряжи бриллиант. Я ее, по-моему, заказывала в магазине. Если не ошибаюсь, пряжа Су, по-моему, или Мир Вышивки, уже точно не помню. Итак, бриллиант. Цвет 49,81. По-моему, это изумруд. И 45% шерсть ластер, 55% акрил. 100 грамм, 380 метров. Спицы тут рекомендую 2,5 и тройку. Крючок 2,5. Стирать при 30 градусах. Гладить и утюжить на единицы. Итак, вот такая Вита Бриллиант. И расскажу, как я вязала. Вязала я в 3 нити. Спицы, кубики. Так, их я здесь не положила. Итак, спицы, кубики у меня были номер 3. И получились вот такие вот варежки в 3 нити. К этим варежкам у меня в комплекте будет идти снуд и шапка. Их я еще не начинала, блин. И вот переживаю, что мне не хватит пряжи. Так как очень много ушло пряжи в варежке. Чуть ли не 100 грамм. Там совсем капелька у меня осталась. И вот у меня градиентом должно идти. И теперь вот, не знаю, у нас труда бриллиант найти. Нужный цвет. Ну, надо вязать. Что поделаешь. Вот такие вот варежки я еще связала на этой неделе. Так как у меня сейчас ремонт. И мы дошли до кухни. И это вообще что-то, конечно, с кухней. Это надолго я пропаду, наверное. И следующая моя работа. Потихонечку вяжу. И вот не знаю, порядно снимать, непорядно. Начала снимать порядное и застряла. Это у меня топ. Помните, я вам говорила. Я вяжу топ. Не знаю. Вот 12 рядов отсняла. И думаю, может все-таки уже 12 рядов оставить. И быстренько связать все с сольное до подрезов. Снять убавки под мышками. И V-образный вырез. И уже довязать эту маечку. Он, знаете, ну с такой погодой, какой у нас сейчас. Уже конец июня. А погоды совершенно нет. Лето нет. Жары нет. Вот не знаю. Но мы летом, в конце августа, едем отдыхать. Может он мне там пригодится. Вот не знаю теперь. Может побыстренькому довязать его. Итак, это Аннабель пряжа у меня. Спицы 2,5. Я вязала и показывала... Ой, ну вязала образец. Показывала отзыв. На эту пряжу пряжа мне очень понравилась. И вот надо довязать теперь топ. Лицевая гладь здесь. В общем, вот такие вот дела. И следующее, что я хочу показать. Это у меня... Так, давайте вот сюда, наверное, положу пока. Это я начала вязать... Вот. Хотела связать я боги. Сейчас. Так вот. Из Ализе Дила крючком. В общем, начала я вязать боди крючком. И понимаю, что это совсем не для лета. Потому что оно... Ну, полотно очень плотное получается. И будет ребенку жарко, конечно. Если жара 30 градусов, конечно, плотно слишком связано. И жарко будет. Такой комбинезон можно просто связать. Такой, чтобы расстегивать, снимать можно было. Я хотела с юбочкой связать все крючком. Но передумала. И теперь я буду распускать. Оставлять я не буду. В общем, никак я не могу приловчиться к Ализе Дива. Как бы спицами я пробовала 2,5 вязать. Мне кажется, как-то хлипко. Или как выразиться получается. Ну, сейчас... Так, вот. У меня есть образец. Вот такой вот. Крючком. Ой, спицами. И вот никак не могу приловчиться к этой пряже. Если вот спицами вязать, то на лето, мне кажется, само то будет. А вот крючком, конечно же, это жакет связать. Либо кардиганчик какой-нибудь, чтобы можно было снять. Когда попрохладнее одеть. Утром на работу бежать прохладненько одеть. И, в общем... Так я до ума и не довела, в общем, эту пряжу. Так она у меня и лежит. Ничего я так и не придумала с нее. И следующее, что я хотела показать. Это я связала образец из пряжи. Так, не помню. Сейчас вот такие вот образцы тоже связаны у меня. И хотела связать тоже как бы маечку, кофточку. И что-то так застряло до сих пор на начале. Я начала вязать. Уже вверх все связала. Росток связала. Но мне не понравилось, что вот этот узор... Вот видите, вот даже здесь вот он лежит. И вот идет вот такая волна. И на горловине оно тоже самое вышло, что вот такая кривая горловина. И мне это не понравилось. И я распустила. И вот потому, что вот такое вот идет... Ну, некрасиво будет. И вот еще вот такой вот узор. Очень красиво пряжа. Мне очень понравилось. Сейчас скажу, что за пряжа. Итак, пряжа у меня Vita Charm. Отличный хлопок. Цвета Color 4182. Где-то обзор у меня есть. 100% мерсеризированный хлопок. 50 грамм, 106 метров. И вот я с нее вязала. Очень понравилось. Но вот придется... Такой красивый вроде бы узор. И вот не знаю, что теперь с ним делать. С этим узором. Можешь, думаю, кофточку связать. И по краям этот узор тогда уже пустить. Может быть, такой вариант был. В общем, думаю, еще бы пару рук, чтобы это все успеть. И также я хотела с вами поговорить о платных мастер-классах. Просто меня здесь выбил один комментарий. И скорее под вот этим я покажу розовым комбинезоном. И уже у него 200 с чем-то тысяч просмотров. И недавно просто... Ну, как недавно? Недели три назад. Но мне до сих пор этот комментарий не дает покоя. Мне одна девушка написала, что типа мастер-класс все классный. Но тошнит от рекламы на канале. Знаете, я редко как бы что-то отвечаю. Но здесь я не выдержу. Конечно же, ответила. Что вы же бесплатно на работу не ходите. Вам платят деньги. Так почему я должна как бы бесплатно что-то делать? Все знают, что на канале есть реклама, за которую блогерам платят. Но вы же не со своего кармана это платите. Все равно вы посмотрели рекламу, и YouTube заплатил блогеру. Кто, у кого есть желание, у меня всегда есть под видео номер Kiwi кошелька. Можете тоже так меня отблагодарить. Вот у меня Алла. Спасибо ей огромное. Она вяжет по моим мастер-классам. И она хоть небольшую денежку, но она мне закидывает на Kiwi кошелек. Я не заставляю вас это делать ни в коем случае. Но элементарно, я думаю, посмотреть рекламу, я думаю, можно. Я понимаю, когда реклама больше 5 минут. Да, я сама не смотрю такую рекламу, когда на 5, 10, 15 минут я уже и забываю, что там показывали. О чем я смотрела. Да, я нажимаю кнопку пропустить. Многие заблуждаются, что от количества просмотров блогерам платят. Нет, блогерам платят не от количества просмотров, а от того, пропустили вы рекламу или нет. Если вы посмотрели рекламу, то там 0,00 центов падает. Если нет, то все, блогер ничего не получает. Ну, в общем, я посмотрела на этот комментарий. Знаете, меня это прям осенило или как, я не знаю, прозрело. И я решила посмотреть. У меня 200 тысяч просмотров этого комбинезона. И я решила пойти и посмотреть доход от этого комбинезона. И знаете, я была, как сказать, удивлена или расстроена. Но доход не очень большой. Значит, все вяжут, но нажимают кнопку пропустить. Рекламу не смотрят, получается. Значит, я понимаю, хочется быстренько связать. Но как-то не знаю. Много девочек очень связал этот комбинезон. У всех шикарные просто работы. Я не спорю, кто-то смотрит рекламу, да. Но специально мне ее тоже не надо накручивать, потому что это за недействительные клики. И YouTube тоже банит. Если вы прям будете тыкать на эту рекламу бесконечно, то тоже это считается недействительные клики. И я посмотрела просто в Инстаграме. Сейчас очень много продают мастер-классов. Я вообще хотела даже потом этот комбинезон впустить как бы в платный мастер-класс. Закрыть доступ к нему и тогда продавать уже платный мастер-класс. Ну, думаю, ладно, уже пусть будет. Пусть девчонки вяжут. Не стала его закрывать. Уже оставила. Но вот подумываю делать платные видео мастер-классы. Либо делать как бы в WhatsApp и создавать группы и совместное вязание. Чтобы мы совместники вязали. Конечно, это будет платно. Ну, там символическая оплата. Там 300 рублей, 200 рублей. В общем, у кого есть желание участвовать в совместнике, то пишите. Хочу снять какой-нибудь комбинезончик. Пряжа у меня есть. Задумки есть. Тоже связать комбинезон. Либо костюмчик, штанишки и кофточку. Ну, в общем, хочу попробовать сделать платный мастер-класс. Как это все будет происходить. Оплата на Киви кошелек. Я думаю, это сейчас не проблема. На Киви кошелек оплатить. И я для вас буду открывать доступ к видео. Вы можете всегда зайти и связать по этому мастер-классу. Но, знаете, это у меня так в планах, я думаю. Если так дело дальше пойдет, просто вроде бы мастер-классов. Даже зеленая это кофта, да, которой у меня тоже куча просмотров. Но в плане оплаты, я смотрю, там совсем мало доходу, конечно, никакой. Все почему-то думают, что блогеры прямо лопатой гребут. Ну, лопатой мы не гребем, потому что просмотры маленькие, а тем более реклама. Рекламу все пропускают. И просто последнее время девочки, которые продают мастер-классы, в инстаграме меня добавляют в черный список. Ну, это уже, наверное, отдельная тема, я так думаю. Я хочу снять об этом поподробнее. Эта тема уже плагиата получается, я так думаю. Потому что они считают, что мои мастер-классы бесплатные. Похоже на их мастер-классы платные. А может быть и многие, кто видел мои мастер-классы, что-то пишут этим девочкам. Но, знаете, я думаю, что кто не хочет смотреть рекламу, может кому-то не нравятся мои мастер-классы, мой голос, еще что-то. Они могут купить платный мастер-класс. Я думаю, людей выбор. В магазине тоже вот заходишь, вот столько ассортимента чаев, да, но вы же выбираете какой-то один, потом какой-то другой пробуете. Также и здесь, я думаю, то же самое, если там 10 мастер-классов, и человек может и одного купить, и по-другому связать. Никто ведь не запрещает, я думаю. Но смысл добавлять черный список я тоже не вижу. Потому что всегда можно зайти с другой страницы, если прям очень хочется и горит, можно зайти с другой страницы и посмотреть, что же связала та или иная вязальщица. Это не проблема. И вы даже не вычислите, заходила она на вашу страницу или нет. Дальше про дизлайки хочу сказать. Многие думают, что если они поставили на канале дизлайк, то все, короче, канал встанет, дальше никто ее смотреть не будет, и все остальное нет. Ютуб не воспринимает так дизлайки, он воспринимает это как активность на канале. Это происходит активность на канале, и Ютуб считает, что активно пользователи смотрят, нравится им, не нравится, но они что-то делают на канале. Пишут комментарии, ставят лайки, дизлайки, но как-то все равно реагируют. Поэтому если даже вот многим не пишут, вот кто поставил дизлайк, это спасибо большой девчонке за поддержку. Ну не переживайте, ничего в этом страшного нет, что мне поставили дизлайк. Бывает секунды, как бы проходит, выходит видео, а уже дизлайк. Даже на первой секунде могут поставить дизлайк. Ничего страшного, я к этому совершенно спокойно отношусь. Все нормально. И так что на следующей неделе я вот подумываю, я вообще хочу плачешко связать, и я думала для мальчиков боди связать, но у меня не хватает цвета пряжи, вроде бы кучу пряжи. А для моей задумки, что я хотела, мне нет пряжи. Ну, в общем, с таким летом, я вот и не знаю, платье вязать, или уже зимние комбинезоны вязать, и мне еще надо связать комплект. Так что вот такие вот дела у меня на этой неделе. Делаю ремонт. Сейчас началась, начинаем делать кухню, никак все. Заказали ее, бытовую технику заказали. И вот, надо все выносить с кухни, все обдирать, все шпаклевать. И это много очень работы. Поэтому я могу снова выпасть из жизни YouTube. Но надеюсь, что-нибудь сниму на этом, на этой неделе, какой-нибудь мастер-класс. Ну, а на этом я, наверное, буду заканчивать. Пишите комментарии. Если хотите, я могу снять такой вопрос-ответ видео. Но я не знаю, но у меня вообще подписчики, нет вопросов ко мне совершенно, по-моему, никаких. То ли все понятно и связан, то ли что. Даже вот под видео вроде бы все вяжут и вообще без вопросов. Редко могут, только в начальной стадии, спросить, там, сколько петель набрать, а как рассчитать, и все. И дальше спокойненько, все тихо вяжут. Мне пишут комментарии, что спасибо, я связала все классно и очень много мне присылают фотографий в Инстаграм. Я сейчас в Инстаграме стала выставлять работы девочек, которые мне присылают. Каждый день я выставляю работы девчонок. Не каждый день присылают очень много работ. Можете подписаться на меня в Инстаграме. Я хоть редко, но выставляю там, выставляю там, что я делаю, процессы. Можете подписаться в Инстаграме, в группе Контакт девочки очень много присылают своих работ. Я беру из группы Контакт, в Инстаграме тоже показываю, кто что связал. В общем, вообще, как бы, мне нравится очень общаться со своими подписчиками. С многими я очень близко стала общаться. Многих уже по нику узнаю, в комментариях. Спасибо вам большое, что вы смотрите меня. Ну, в общем, ладно, будем заканчивать. Такое небольшое, коротенькое видео я сняла сегодня для вас. Ну, чтобы вы меня хоть не забывали, хоть раз в неделю вспоминали обо мне. Ну, все, пока-пока. Пишите комментарии. В следующие видео могу на них ответить.